наступает время вдохновения так друзья добрый день вечер у нас день я в центре петербурга в гостях у кожи и кости соня это наш выездной подкаст вдохновение который называется и я мы просто были проездом в питере ну не проездом смысле мы сюда приехали и я такой о а тут же кожа и кости находится это и сейчас я пару слов рассказать это супер крутой бренд чего это белье или ну да можно сказать белье такое специфическое фетиш сценические костюмы можно это даже ну да типа белье смотрите обязательно инстаграм или ну короче приложу все ссылки она очень круто выглядит во первых но это не только это во вторых она стала за последний год наверное вообще больше всего у тебя ну да именно такой же произошел все полтора года я занимаюсь только этим только этими костюмами такие всякие звезды накупили и нафоткались и журнал он там лежит стопка журналов всякий плейбой небольшая это очень круто все там плейбой шведский максим и прочее есть еще плейбой новая зеландия и там вообще на обложке вот ну в общем это все очень круто и чё еще это сказать ну да и в принципе это набирает какие-то обороты и поэтому мне я подумал надо сделать подкаст специальный выпуск питерский про это все расспросить тебя как ты к этому пришла что тебя вдохновляло и что вообще как это все началось и как ты это все придумала и вообще какие-то типа успехи твои в этом всем расскажешь похвастаешься ну я да постараюсь вообще это самый частый вопрос как откуда вообще это все придумалось как она взялась а ты вообще часто интервью даешь нет интервью интервью вообще не даю ну смысле просто люди знакомые незнакомые да особенно когда ты кто я дизайнер таким я сейчас покажу и тогда типа открываешь инстаграм первый вопрос что это как ты сюда пришла и ну здесь есть у меня такие две истории одна та красивая легенда но не на самом деле они обе правдивые просто одна вот была именно толчком а вторая она как бы описывает в целом мою жизнь и как я оказалась туда ну давай его до 1 бытовая вторая красивая но бытовая в том что я всегда что-то делала руками ну то есть бренду кожи кости уже шесть ну где-то пять-шесть лет раньше я делала кожаные портупеи там сумки и ремни ну такой casual бдс насколько так можно да а в последнее пол а дальше вот в общем то начинается красивая вот я вам уже да как раз тебя увидел тогда я тебя вот с арин да подружками подружки вместе просто нет ну да с ариной я познакомилась онлайн то есть я как-то случайно наткнулась на ее работы а ты уже тогда делал да я уже делал и ты мне уже было с чем подкатить чтобы меня взяли в творческую съемку и в тусовку нет то есть я просто да я к ней на просилась на съемку все танк это была моя такая первая пинап съемка и ответственно готовилась я нашла какие-то сапоги там в аренду они меня себя фотка да да себя она была не в моем белье она просто была но суть в том что я их в итоге арину и кристину визажиста одаривала потом своими портупеями за то что они меня поснимали сейчас маленькая ремарка арина тыкина крутой фотограф и модель и бурлеск она еще сейчас танцуют потихоньку мой любимый фотограф арина я хожу только карине она знает как как снимать красиво она меня тоже фоткала как на скайпе да я видел вот но в общем отступление да да но и красивая легенда тоже связано как раз с ариной тем что они тогда с именно и айварих ну тоже у них были совместные в лес к номера и тоже готовился какой-то вечер и мне хотелось бурлеск меня увлекают давно и это один из моих источников вдохновения на самом деле это очень можно заметить по костюмам мне очень хотелось что-то как-то поучаствовать в этом процессе я им предложила сделать как создание да и вот мы такие собрались на небольшой мозговой штурм что мы будем делать и когда встал вопрос о цвете был предложен вариант бесцветный я уже это что какой цвет какую кожу будем брать такие давайте прозрачная такая ну так как по магазинам ты ходишь тебя уже все вы все я знаю где купить я знаю где сразу все будет и так получился первый костюм так это у тебя получат прозрачный первый был из вот этой новой линейки да да вот это было полтора года назад мы это сделали потом я почему-то думал что а потом ты сделал красный потом черный да 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 сначала они все были прозрачные у меня такое было точно не означает раз в голове спуталась тем что ты вначале просто делал когда они были черные кожи надо дальше я думал что прозрачный это уже как развитие типа идеи но я не думал что он прям первый был это очень круто и так вот никто мне кажется такого да не делал я не видел ничего подобного нет ну наверняка разумеется подобное есть но в россии нет ну и я все равно стараюсь как-то вот прямо с такими россыпями страз как-то это вроде как почти мое ну да да не хотя конечно я думаю что все немножко придумано уже ну понятно я тоже да не и не то что этот просто ну да все равно вот этот прозрачный пвх это очень крутая идея и знаешь самое близко к тебе мне кажется есть это то что крепее или да 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 но она больше там вот всякие не больше кристаллы но на самом деле очень она мне нравится и последнее время я стараюсь сознательно не заходить в ее инстаграм потому что вот особенно по первости в плагиате меня просто каждый я это видел уже укрепи я такая да нет же ну не такое нет у тебя отличается вот у нее у нее знаешь вот я как отличаю у нее вот на этих всех ремешках у нее вот эти такие как много металлической фурнитуры да много металлической которая прям вот как как кольчуга почти такая везде такое тяжелое брутальное а у тебя больше оно такое более женственное и воздушное что ли из-за того что оно больше блестит страза вот это все понятно и чё там значит дальше ты сделала первые вот этот прозрачный ты это то есть для бурлесков получается да я сделала для них бурлеск номера они же а прям для арины да для для арины и для им ну и так как это потом у нас все происходило на кинки на кинг маркете есть питерский до аналог кинг маркет это был кинг маркет и вот тоже обычно это в таких небольших темных клубах происходит и там вот я взяла девочек из бурлеск из пинап нашей тусовки всех нарядила и мы делали мини-показ так камерный это был мой первый импровизирует нет это был не первый но с прозрачным и первый такой показ можно сказать рождение да 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 прилюдное и не ожидала такого интереса я думала что это но так побалуюсь все равно в процессе творчества ты делаешь много вещей которые ну просто никому не заходят и они остаются мы и лежат здесь она прямо директ начал разрываться и я поняла что значит значит это попадание можно работать дальше это сначала это дело просто все дома да сейчас мы уже стоять до сидим в твоей студии буквально завтра будет открыть тортики шампанское но подкаст выйдет на следующий день так что но потом будут люди смогут ведь сюда заходят нет разумеется это для того у меня шоурум в центре питера чтобы могли сюда приходить но по большей части это конечно моя мастерская как можно круто что прям а у тебя будет видно ты не будешь донавешивать я думала что иногда можно но он там не знаю по фотографироваться не знаю но просто мне была идея что я хочу во всю стену штору и функционал уже так но я хотел просто сказать что тут сони делает ну прям тут работы на вся вот эта станция по производству этой красоты и тут тут же можно и купить и посмотреть супер интересно все да в общем а а почему ты в целом в начале увлеклась вот этой bdsm атрибутик но нет вы как сказать эстетикой в портупе и что такое как ты к этому пришла еще до знакомства там наверно науча они тогда набирали популярность это не как раз где-то не знаю с десятого года я начала где-то в пятнадцатом и они уже были у многих дизайнеров но понятно на улицах петербурга кричида именно портупеи еще не все носили это немножко позже это что сейчас но тогда это уже немного мелькало но чему влекло ну такая легкая провокация в смеси скажу вам очень и антой именно типа чтобы можно портупеи на поверх там рубашка да 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 и так я себя и позиционировала можно с одеждой миксовать потому что на голое тело они маловато закрывают всего это уже точно бдс но я думаю это когда окно все это функциональное тоже помню всякие заказывали где-то закупаешь литые кольца такие тяжелые карабины чтобы кто-то мог висеть в этом где-то то есть ты делали прямо на заказ а я тоже делала на заказ и не было как вот сейчас у меня есть такая линейка сайт где я предлагаю кто из готова можно сказать а тогда по большей части люди приходили и мы любили вот фантазировать что-то вместе круто да а сейчас с кастомом не так я не помню то портупеи делали всякие маски тоже нет маски как-то меня не завлекали сейчас много очень это все делали в москве меня даже в рыбинске ребята делают откуда я родом а в рыбинске там кожевинный завод какой-то ведь у вас рыбинске не знаю наверно наверно оттуда и берут а там сам бог велел взял кожу с завода да ну вообще у меня знакомая я случайно познакомился с парнем фотографом мне уже надо делать вот и тоже такой надо же короче но у меня подкаст вдохновение называется я спрашиваю как бы лейтмотив всего это что тебя вдохновляло в целом по жизни вот прям от детства до всего этого и еще так получается случайно я так не специально делаю но почти все гости у меня как-то связаны с эротикой или с каким-то секс просветом такие у тебя знакомые до знакомые до или бурлеск или еще что-то и я всегда всех мне очень интересно как вот прям но это же все что-то связано с эротикой с вот таким непростым то есть так вот провокацию отдела до меня именно хотелось провокацию то что простого повседневно как пошло откуда у тебя просто ты любишь чисто визуально это да 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 ну как я сама достаточно просто одеваюсь и людей всегда когда знакомятся такие вот эти вот что ты делаешь но видимо да мне привлекает сама эстетика и раз я умею что-то создавать я создаю такое ну да чисто визуально а потом наш меня как было я сейчас пытаюсь сказать что во первых люди мне кажется часто делятся те которые у которых это что-то есть такое интересующие их внутри но сами они с виду простые и все такое ну там типа не скажешь никогда внутри там бушует наш интерес к вопрос был ли ты на кинки пати даже вот тогда вторые они типа и интересуются и сами в этом всем варятся и вот уже типа секс позитивное сообщество в москве там они прям этот ну прям наших можно заметить видно что человек и как бы практикует не только увлекаются с визуально вот у меня у меня вот было так что меня тоже эта вся эстетика очень привлекала я делал я начал рисовать вот эти кинки карты когда-то и когда я их начал рисовать я вообще ничего не знал ничего не видел я такой типа bdsm в гугле набрал там эстетика что такое шибари да стал вот да практически шибари набрал и стал картинки смотреть там перерисовывать какие-то моменты вот и постепенно я это сделал и получилось прикольно и мне стали люди все писать я стали называть на кинке пати я стали там типа сайт фетишком мне как-то написал будешь нашим амбассадором да я вообще тебя рядом стоял рисовал но постепенно я понял когда я тоже походил там везде я понял что не зря она меня все увлекало и что что-то ну и на самом деле отозвалось где-то у меня и я сейчас вот и хожу и вообще рисую наброски вот у тебя как 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 с этим ну мне все равно наверно больше тянет сам бурлеск как жанр я много ходила 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 на все что в питере есть это кали маус тоже в какие-то в клубах когда-то в подвале было все мне очень нравилось вообще на все на родмиле миллион раз была в москву к вам приезжаю тоже хожу смотрю и мне все это нравится но понимаю что только со стороны был под по той стороны по ту сторону сцены на а прикоснуться как-то поучаствовать задействовать себя в этом хочется и наверное так выражаю тем что я и не прекрасная бурлеск звезда а ты сама не думал вот нет вот не вижу я и говорю мне вот на пенопе или этот фоткаться ты нормально да арина я нашла арену арина нашла меня но здесь только фоткаться выступать на фотографируясь с удовольствием раз полгода хотя очень круто с сердцем было очень красиво ну это так это знаешь просто вечерний навросок какой-то такой вот до бурлеск такое дело когда очень мало мне кажется людей от он либо просто ну сходил понравилось да прикольно а вот если ты прям начинаешь фанатеть то ты вот вот у нас я постоянно вижу людей которые фанатеть начинают от бурлеска они постепенно либо выступать начинают либо за уже там в гримерках тусоваться и либо снимать фотографируют но тоже как как-то прикасаться к этому прекрасно да вот он как-то очень ну прям провоцирует к нему короче у тебя больше с бурлеском связано на самом деле да я по фоткам не всегда понятно что это бурлеск по фоткам часто это больше кажется бдсм штука но он может быть на самом деле это и правильно потому что это более популярно в народе а бурлеск вообще не популярен но еще сразу позиционировался как бурлеск одежда для бурлеска то тогда вообще бы у тебя не было ни подписчиков про фотографии я же сама не занимаюсь съемками то есть в основном на меня выходят стилисты фотографы и я вот уже так смотрю что там сходимся мы не сходимся и даю на съемки скорее но сама съемки организовывать это другое искусство я не лезу в чужую и поэтому кто как видит так и снимает и видимо проще и правда понятнее когда это бдсм тематики ну да да но на самом деле я вот хотел сказать что когда я здесь оказался мы действительно очень все по бурлескам выглядит как она сияет светится в жизни но на фотках то блеск этот трудно передать все равно да только на видео вот разве что но но в жизни она прям до бурлеск бурлеск такая особенно вот новое платье ты сделала с цепочками такое ощущение двадцатых то есть не цепочки да все платье с цепочками все верно просто не я сделал это у нас коллаборации с девочкой да простите я нашла девочку которым цепи мне тоже это знаешь очень нравились одно из тех что тебе нравится но ты не можешь охватить я думаю у всех такое и вот цепь я тоже все смотрела смотрел на начинаю представлять то есть тебе опять заново всему учиться у тебя тут вот это надо бы развивать то что есть а тебе хочется куда-то еще чужое потрогать и когда-то я увидела что девочка занимается у нее такой маленький небольшой еще аккаунт и думаю она будет рада как не вода я надеюсь я правильно произнесла потому что в том что я только мы в основном онлайн общаемся есть такая тема что с кем ты общаешься не знаешь даже когда ты приезжал и я там андрей приедет а потом такая а почему почему я решила что андрей начинаю гуглить не нахожу ну как но смысле в инстаграме нету так нет ладно не знаю в общем вот он приедет и мирское имя я не знаю я многие аскенди называют жизнь но все правильно андрей где-то запомнилась в общем а а у меня знаешь еще остаться но для то что сейчас кати мерила я сказал что у меня ассоциации с вот такими восьмидесятыми с какими-то с вордом сарси это жанр фильмов и мы типа мечи магии ну да да есть такое правда вот это гектам конан варвара рыжая соня ну когда ты наденешь и она такая зена как броня такая у тебя выглядит вы но у тебя это просто это просто типа похоже никакого там я ну и не знаю типа ты не смотрел там в пинтересте не собирают но вот именно зены нет я вот в пинтересте у меня скорее скорее именно по бурлеску но наверное за на тоже если ты ее все детство смотрела она где-то осталась и тебя короче это интерес не нужен она и так типа есть явное вдохновение на подкорке то что осталось есть то что надо загуглить а есть уже в тебе хотел тебя поспрашивать как у тебя понеслось так что вот из такого показа где-то в клубе маленького у тебя просто все через инстаграм что там звезды стали в твоих костюмах там блогеры и вообще так в журналах playboy тоже очень крутые коллаборации как у тебя это все тут постепенно ну это на самом деле самая первая вот журнал обложка максим это случилось в комбурской самбурской да это случилось буквально через несколько месяцев как у меня все вот это вообще появилась и это тоже благодаря нашему бурлеск кружку это эва которая кстати это вообще знаменательная наверное обложка и журнал а у меня у меня даже плакатик есть я купил то есть не плакатика я купил календарь да и там вот она есть там поле спаркл который пести сделает там ты его и все на самбурской очень все круто слилось в едином порыве и это как раз спасибо видимо кто-то из стилистов вышел на нее и она направила ко мне и вот это было самое первое но сложно конечно оценить насколько именно это вот оттуда начался этот бум потому что вообще в целом стали как-то так интересоваться ну мне кажется старт мощный был там бы благодаря что сколько у нее подписчиков ты не знаешь там что немного нет у нее много но кто ж нас отметит у таких селеб нет 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 в журнале на нет журнале это написано главное это звезда здесь не просто интересно нет нет иногда бывает что отмечают и крупные какие-то блогеры но по взаимной симпатии только только если ему захотелось туда но настаивать разумеется в таких ситуациях не можешь так хотя бы пускай так засветится да но все равно да на обложке журнала это очень круто очень но это еще вселяет уверенность что ты туда двигаешься значит все нормально можно продолжать да и потом после этого стали уже больше интересоваться другие какие у тебя еще звезды там или еще что-то ты знаешь ты как-то отслеживаешь ну вот например как рэй кури ты говорил до лес звезда американская да то есть они же заказывают и ну иногда отмечают но иногда и не отмечают и вот когда мне скидывают уже фоточки смотри ты только ух ты вау а ты когда-то но кто заказы посылаешь но там же их тоже мирские имена наверно и кому там куда что уехала прикольно но все равно это очень круто что там там заказы ну 5 как через инстаграма снова нет или уже зарубежные заказы у меня через эти все а ты надо найти а для по россии в инстаграм сайт круто все так может просто и про тебя поговорим про ты чем вообще занималась до этого всего ну в смысле работала где-то или как да ну то есть получается вот я с работой ушла два года назад когда еще тут портупеем это было у меня параллельно с работой это такое хобби которое приносило деньги но все равно еще в рамках хобби я инженер проектировщик вот она то есть а проектировщик чего вообще по спе училась я на проектировщика железных дорог работала жилое здание мы ремонтировали пгс и так я проработала но типа сколько года четыре я выходила на работу два питья ну там было разное я пожила в красноярске а правда я из волок да из волок да соседи почти то есть красноярск меня отправляли по распределению от ржд пожила полгода сложно и вернулась сложно в смысле холодно и вообще не ну не в смысле холодно но до этого я пять лет училась жила в питере и ты привык уже когда приезжаешь все-таки в город поменьше тебе сложновато становится снова и поэтому я только через полгода не выдержала уехала обратно в питер и и работал дальше здесь и потом поняла что они они нет нет оно все было в рамках хобби меня все устраивало и ушла я скорее но мне точнее я просто хотел сменить работу и хотела уйти из одной фирмы в другую строительную фирму но было лето и так и думаю блин у меня так давно не было каникул универт уже несколько лет назад не помню как она хочу погулять пару месяцев но просто не буду рыбу найду работу через два месяца заказы то все равно есть ты их берешь больше у тебя времени стало больше я понимаю что так вроде нормально нормально все двигается и без работы без работы ничего но полгода я принимала тот факт мы где-то полгода и торговалась что я все-таки найду работу ну как то она сидела во мне что должна быть работа через полгода я поняла что да нет чего сопротивляться все же хорошо а когда ты начала вот эти делать и первый бум такой произошел с популярность вот этот уже как сказать новый этап она у тебя в денежном плане вообще все стало лучше еще вообще слушай тут сложно потому что то что зарабатываю я сливаю обратно сюда ну вот я например ремонт в студии сделала студию теперь снимаю сейчас хочу найти мастера который будет мне здесь сидеть помогать то есть как бы я нет ну понятно что в обороты растут мой доход я бы не сказала что я сильно разбогатела но даже я думал если честно что прям вот когда началась когда на обложках стали появляться тебя прям типа все хорошо стало нет ну стало хорошо здесь ну короче ты все как настоящий бизнесмен вкладываешь опять в производство и ну да получается да нет я могу конечно сидеть и дальше и сама также все это делать но но тогда мне не по них от не хватит времени на творчество когда тебе хочется делать что-то новое а у тебя там заказы на месяц вперед тут уже не до творчества и приходится что-то что-то придумать за кадром обсуждали что вот надо мужскую линию делать и да это вот вот у меня будет время для творчества но а какие счет ты бы хотела коллаборации в целом вот это сделать вот этой девочки ну да вот с поле у нас тоже то что она для меня то есть она то есть я нарисовала какие мне нужны а как вообще ты думаешь как ты видишь развитие свое это сложно сложно ну просто да я я как-то могу еще знаешь так на следующий шаг там на пару шагов но так глобально что я буду делать нет вот сейчас я знаю что мне надо освободить свое время на творчество и на менеджмент всего этого дела потому что сейчас я себя не продвигаю вообще ну то есть никакой рекламы мне не запущено никаким блогером я никого не ищу она все же все что сама меня находит я не отказываюсь и на этом еду и наверное так уже последние полгода вообще ничего ну вот на самом деле да я когда каждый раз твой аккаунт захожу и такой почему так мало подписчиков ну типа должно уже там за 100 тысяч стопудово думал перевалило при том что столько всяких звезд прямо на слуху вот в блоге танец тарик я увидел про тебя опять же еще там как бы рекламу про который ты даже не знаешь она упомянула ты рассказала я удивилась о том что даже не в курсе надо посмотреть это видео на ю тубе да это но это поразительно но наверное да те наверное я просто сейчас начинаю сразу это свои маркетинга это это жилка это хорошо мне кажется тебе надо конечно прокачать эту рекламу и прочее что какое-нибудь круто чтобы уже обороты были у тебя сидели толпа китайцев молодых мастериц санкт-петербурга ладно не знаю наверное надо заканчивать потому что я все рассказала вся моя легенда уместилась я просто на самом деле хотел сделать этот подкаст потому что мне искренне очень нравится то что ты делаешь я хотел как бы людям во первых рассказать кто мало ли кто то еще не знаю во вторых мне интересно было тебя как творческого человека послушать как ты это все ну ну как бы ты рассказала потому что это просто знаешь почему не просто потому что ты там что-то делаешь а что это очень нестандартно выглядит и круто вот поэтому мне всегда очень интересно пообщаться с людьми которые что-то делают необычно вот поэтому я и сделал решил сделать такой тем более приурочить к выходу ой то есть к твою открытию шоурума и все так а чего у тебя еще у тебя тут бурлеска случайно не будет нет нет но вообще девочки раз поедут с бурлеск репетиции и все делегации завалятся ко мне так что наверное они может еще еще будут немного разгоряченные разве что внезапный бурлеск никто не договаривался ну слушай здесь 20 бы человек уместить здесь придут но больше потому что я уже видел у всех приглашение я думаю что никто не придет не они нет там слуху и очку это все знакомые уже мне все отчитались кто чего так что я думаю так хотя бы пообщаться потусоваться будет весело не обсловавшись шоссе к не выезжали мы доктор но у катя спектакль поэтому надо быть в москве вот ну ладно спасибо тебе большое очень очень круто мне кажется пообщались и надеюсь у тебя будет дальше много очень интервью и вообще и все много подписчиков да пока в гору пойдет еще больше чем сейчас спасибо тебе приятно